Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя и я снимаю интересные места. И мы сегодня отправились в Ситипарк Град, чтобы поднять себе новогоднее настроение. Ведь как не в торговом центре вы можете насладиться украшениями, ёлками, снеговиками и так далее. Давайте посмотрим, чем нас удивит торговый центр Ситипарк Град. Этот большой торговый центр построили уже 10 лет назад. Он хоть и расположен за городом, но у людей он пользуется популярностью. И в автобусах всегда едет полно людей. А когда его открыли, были даже бесплатные. С первого взгляда видно, что здесь можно приобрести всё, что ты захочешь. Рядом есть большая парковка, где всегда можно найти себе место для своей машины. В преддверии новогодних праздников была установлена огромная ёлка, которая украшена множеством шаров и гирлянд. В Граде имеется океанариум, а видео про него вы можете посмотреть на моём канале. Или перейти по всплывающей ссылке. Есть также кинотеатр и самый большой парк аттракционов и скрытых. К сожалению, из-за пандемии он временно не работает. Конечно же, мы входим в главный ход. И в преддверии этого года это вот эта вот маска, никем ненавистная. Её надо одевать, иначе вас не постят никуда. Новый год – это отличное время для приобретения подарков для себя любимого и для своих близких. Ситипарк – это не только покупки, но и проведение досуга. Поэтому особенно важно расслабляющая и приятная атмосфера. Заходя в торговый центр, вас встречают сразу же новогодние атрибутики – это ёлки и украшения на них. В преддверии новогоднего года в торгово-развлекательном комплексе было создано уникальное новогоднее оформление. Придерживались красно-золотой и бело-голубой гаммы. В атрибутах находятся подвесные композиции из светодиодных и лёгких пластиковых шаров и подвесов. Как и во многих ТРК, здесь имеется фотозона в виде саней с оленями. В сочетании позволяют создать целую новогоднюю композицию, где можно сделать памятное фото. Конечно же, здесь играет новогодняя музыка, чтобы поднять вам настроение, чтобы вы купили всё, что вы хотели сегодня. Прогуливаясь по Граду, можно встретить ёлку с пряничными украшениями. А также можно сфотографироваться с огромным надувным зайцем или менее большим медведем. Ну что, ребят, как настроение увеличивается? Посмотри, какая ёлка у нас тут. Смотри, как это играет. Вообще шикарно, по-моему, да? Уже настроение становится новогодним и праздничным, ведь так? Также на протяжении всего ТРК представлено большое разнообразие новогодних ёлок. В ТЦ на месте фонтана была разбита большая фотозона в виде белых медведей на льду среди новогодних ёлочек, где посетители могут сделать себе красивые фотки. А на месте фонтана поставили вот этих белых медведей. Сейчас же зима, какой может быть фонтан? Кроме фотозон, здесь имеются торговые прилавки с тематическими украшениями, где вы можете посмотреть, сколько стоят искусственные ёлочки, чтобы приобрести себе. Гуляя по торговым центру, тебя переполняют эмоции, и ты попадаешь в зимнюю сказку. Сейчас Новый год скоро уже. Это ощущение прям такое классное и незабываемое. Ребят, у кого нет ещё новогоднего праздничного настроения, идите в торговые центры и получайте этот заряд энергии. Прогуливаясь среди новогодних украшений, невольно хочется заняться подготовкой к Новому году. Установить ёлочку дома, повесить гирлянды, а также купить подарки всем близким и родным людям. В целом, посещение торгового центра создаёт приятное предновогоднее настроение, несмотря на пандемию. К сожалению, в этом году парк аттракционов не работает. Это очень обидно, потому что нельзя прийти и повеселиться, и покататься на классных каруселях, американских горках. Короче, это очень жалко, обидно, но досадно. Хочется верить, что грядущий год БК принесёт нам только яркие и положительные эмоции. Кому понравилось моё видео про понеднее настроение в торговом центре, ставьте лайки. Меня зовут дядя Митя, и обязательно подписывайся на меня. Всем удачи и пока!